Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас речь пойдет с вами про школу. Я знаю то, что такие видео вам с одной стороны нравятся, с другой стороны не нравятся. Но, коль наступил сентябрь, уже началась учеба, я понимаю то, что это один из самых любимых месяцев, которые есть. Ну, у меня так было, не знаю, как у вас. Я также знаю, что люди делятся на две категории, те, кто любит школу, и те, кто ее ненавидит. Я относилась всегда ко второй части людей. На самом деле, это видео подтолкнуло меня к тому, что очень многие снимают про школу. Есть также школьные теги, есть разнообразные всякие видосики про воспоминания про школу. Также есть видео «Поговорим про школу». У нас с вами будет такое, знаете ли, 30 фактов про школу. Но, поскольку, к счастью, я больше не учусь в школе, и это нереальная радость. Просто нереальная. Я хочу рассказать о том, как у меня все было. И, так скажем, я плохой пример для подражания в этом плане. Потому что я ненавидела школу. Ну, начнем с того, что я очень плохо училась в школе. И дело ни в каких-то умственных способностях, ни в том, что мне не хватало, там, что-то в голове, там, или я не понимала каких-то предметов. Мне просто было лень. Лень настолько, что мне оказалось, есть масса других интересных дел, которыми ты увлекаешься, которыми ты занимаешься. И жизнь проходит мимо, если ты сидишь, зубришь уроки. В том, что, как бы, я сейчас учусь, и то, что я много читаю, и в том, что я могу решить любую, там, алгебру, геометрию, которую я понимаю, и этого я не делала тогда, мне просто было лень. Лень настолько, что, когда приходила моя мама и спрашивала, ну, что ты сделала урок, я говорила, да-да-да. А потом, в итоге, я переписывала, списывала домашки у своих одноклассников, потому что, ну, они-то, им нечем было заняться, они же не работали. Я просто работала, просто работала на радио уже с 12 лет, и мне было гораздо интереснее готовиться к эфирам, нежели чем сидеть с домашкой. Мне проще было ее переписать, вот. И я этим очень успешно занималась, причем занималась как на других уроках, то есть я приходила, например, на математику, переписывала русский или переписывала еще что-то такое. Ну, в общем, было просто все по фэн-шую. Но, несмотря на это, до пятого класса я была круглой отличницей, я прям считала, что если я получаю четверку, это очень плохо. Я хотела золотую медаль, честно. И я как бы стремилась к этому, чтобы у меня всегда были на пятерке. Но в пятом классе я захотела быть журналистом, и папа мне сказал, что если ты собираешься быть журналистом, тебе нужно развивать какие-то другие свои навыки, тебе нужно больше читать, больше ходить, больше интересоваться, больше бывать в каких-то мероприятиях, там, ходить, ну, короче, ну, тусить, там, все что угодно. И это послужило таким фактором, что я просто забросила школу. Я послушала отца и тусила, слушала радио, отсматривала эфиры на телеке, ходила на какие-то выставки, мероприятия. То есть я делала все, что мне относилось к школе. И мне это показалось намного интереснее. Третий факт. Я прочитала «Войну и мир», когда закончился второй класс. Вы представляете себе? Три тома «Войны и мир» Толстого я прочитала за лето. Причем я прочитала даже все, все-все, что включала в себя книга, и даже вот эти вот абзацы на французском языке, и сражения, которые там описывал Толстой, да, и не только бытовую жизнь, но и поле боя. Многие это пропускали. Я просто знаю, когда мы проходили «Войну и мир» уже, там, три-четыре года после, по-моему, да, после второго класса. Я не помню, в общем, не важно. Люди просто пролистывали эти страницы, короче, я же прочитала все. Самым забавным учителем, наверное, в школе был физик. Мне кажется, что у всех или во всех школах был такой физик, который, ну, он был слегка странный. Он был классный дядька. Я, вот, серьезно, он был офигенный дядька. Я просто не знаю о его судьбе, куда он исчез, что с ним, как, чего, потому что, ну, связь прервалась, к сожалению. Он был дико добрым человеком, но иногда наши дебилы, ну, как обычно, знаете, там, класс дно, там, все дела, короче, он бросался мелом, представляете? Просто брал и бросался мелом нас, потому что я очень сильно психовал, его это очень сильно раздражало там что-то, мы его выводили. Очень часто он так просто брал, и все. Иногда, конечно, попадал в наших одноклассников, в моих одноклассников. Это было как-то странно, наверное, и, с одной стороны, мы его жалели очень сильно, потому что, ну, жалко было мужика, он уже был такой в возрасте, как бы, ну, там, был уже 60 где-то, наверное. Вот, и мы настолько раздражали его, настолько бесили, что он просто не знал уже, что делать, особенно после того, как мы с, там, моим знакомым выломали дверь. Это вообще отдельная история, наверное. Очень забавная история произошла со мной в пятом классе. Мы приехали из Остовской области, от своих родственников, и мы привезли очень вкусные напитки для взрослых, ну, конечно, алкогольные, ну, я тогда не, как бы, я не употребляю такой боль, но я зачем-то привела своих одноклассников, парней к себе домой и сказала, что у меня отменный, просто отменное качество вина. Мои одноклассники, это был шестой класс, я училась во вторую смену в шестом классе. Отпили, ну, наверное, вот от такого графина, у меня было вино в графине, отпили, наверное, вот столько. Все захмелели, пошли на эту физику, кстати говоря, про которую я рассказывала. Вот, и придя домой, я поняла, что надо что-то делать, чтобы родители не спалили, и я тогда налила туда воды. Вот, и, ну, это очень плохо, это так не надо делать, просто я это понимаю сейчас, но, конечно же, родители у меня это спалили по вкусу, и папа сказал, что-то, говорит, странное, какая-то, какая-то разбаяженная фигня, просто это было нормальное вино, мы привозили, стало просто как вода, что-то, что-то такое. Ну, конечно же, мои родители догадались. Единственное, что они до сих пор не знают, что в моей квартире было в районе 10 человек-одноклассников моих, 7 из которых было парней. Я пошла в школу с 6 лет и была самой мелкой в классе, и у меня даже такое было погоняло, там, мелкое и так далее, тем более, что я всегда реально была мелкой. Идя уже в старшую школу, я попала под руководителя, я не буду называть ее имя, эта женщина, я бы не сказала, что как-то хорошо повлияла на меня. Осадок, на самом деле, до сих пор остался, потому что куча унижений от нее была, и она сама по себе очень неприятный человек, и это единственное, наверное, то, что я не люблю вспоминать. Этот человек хотел сделать из нашего класса церковно-приходскую школу. Те, кто не знает, что это такое, можете прогуглить. Учиться было очень сложно, она считала, что девочки должны ходить в черном, что они не должны краситься, что красятся в школу только... Ну, я не буду говорить, кто это, в общем, ну, как бы... Ну, поняли, короче, вот. И это все очень плохо, нельзя было красить волосы, а я очень любила красить волосы, и я из-за нее перекрашивалась 7 раз. Вы только вдумайтесь, в 10-11 класс я перекрашивалась 7 раз. У меня были изначально розовые волосы, и когда я пришла в школу с розовыми волосами, мне сказали, либо ты забираешь документы отсюда, как мне сказала эта учительница, либо перекрашивайся. Потом вызывали мою маму к директору, и директор посмеялась, сказала, да, я ничего, как бы, ну, не знаю, что делать с этой женщиной, как бы. И она хотела сделать какой бы биологический класс. То есть, грубо говоря, я училась в обычной середине образовательной школе, но в биологическом классе. Сказать честно, биологию я тоже до сих пор не знаю, но это ведь не так важно, правильно? После этого, когда, после такого тотального режима, после жутких оскорблений, не только в мой адрес, но и в адрес моих одноклассников, я кое-как закончила 11 класс. Но на самом деле было очень тяжко, и я все равно умудрялась прогуливать. Общество знания. Отдельная тема, мне очень нравился этот предмет, но у нас был такой больной учитель. Я даже, мне даже не стыдно, если все они это посмотрят в видео, мне нечего скрывать абсолютно, то есть адеквата было мало. Он был настолько нервный, он мог сидеть, сидеть, и потом так ускочить, короче, и мы так все боялись его, и он нес какую-то фигню. У нас не было каких-то практических заданий по обществу о знаниях, потому что это было как-то странно, что мы обсуждали Америку, вот эти вот взрывы, да, то, что были 11 сентября, и вместо того, чтобы давать какие-то определения, да, определения общества, что такое человек, что такое человек в социальном мире там и так далее, мы занимались какой-то фигней, мы обсуждали моего дедушку, который, ну, футболист просто, вот, мы это все очень часто на уроках всплывало, и мне пришлось перед классом это рассказывать, это так, на самом деле, убого все было, но мне никогда не нравились такие вещи. И однажды он настолько достал наших парней, что наши мальчики просто пошли и насрали им под дверь, вот честное слово. И еще забросали тухлыми яйцами его квартиру, и потом их чуть было не исключили из школы, пока они не пришли и не убрались там, короче, у него под дверью. В общем, это тоже одна из таких неприятных, неприятных воспоминаний, как бы, со школы. И у меня была подруга в школе, и когда мы перестали с ней общаться, этот человек прям на уроках мне говорил, ну что, ты бросила свою подружку, да, или она тебя бросила? То есть, вы понимаете, уровень дебилизма, который был тогда. Для меня это вообще как-то было, ну, дико странно, что учитель говорит такое на уроке, но... А, и однажды я принесла школу в видеокамеру и начала снимать, и родители посмотрели на это все, и сказали, что мне нечего делать, а преподаватель, например, в дневнике, тогда еще не было электронных дневников, он в обычном дневнике мне написал, типа, типа, ваша дочь принесла видеокамеру и сорвала урок. Ну, это, видимо, к тому вопросу, когда вы спрашиваете, с каких лет я начала снимать. Это было, ну, как бы, со школы. Одно время очень нравилось мальчику, начиная с 8 класса, может быть, даже, ну, да, с 8, нет, даже раньше, наверное, с 7, его звали Андрей, вот, и он очень долго не мог ко мне подойти, я не знаю, почему, как бы, ну, тогда мне не нравился этот мальчик. Вот, но дело в том, что мы с ним вместе перешли в 10 класс, потом он ушел в другую школу, мы... у нас был такой самый настоящий школьный роман, мы встречались с ним только в школе, мы никогда не гуляли вместе, потому что он был очень стеснительный, и он не мог как-то раскрепоститься, и однажды я встретила его в троллейбусе, и он меня узнал, но мне нужно было выходить на следующие остановки. Вот такая вот трустория. Первая любовь в школе случилась со мной в 5 классе. К нам пришел мальчик, он был... он жил до этого в другой стране, ну, как бы, он русский, но родители просто эмигрировали, я не помню, куда, то ли что, то ли еще куда-то, ну, какой эмигрировали? Эмигрировали, это, кажется, совсем эмигрировали. Ну, то есть, они не эмигрировали, они просто уехали, потом приехали, я не знаю, там, то ли отец был военный, то ли еще что-то, у нас очень много было военных родителей, поэтому у нас постоянно, как бы, менялись люди, и могли проучиться год, могли проучиться там 2-3 года уехать, и я помню, что его звали Саша, и мы с ним вместе просто сидели, он был дико милый мальчик, просто дико милый, как бы, с чувством юмора, общительный, то есть все, что надо, да, там, как бы, а потом он подрос и стал дико некрасивым, и я тогда поняла, как сильно меняются люди именно по чертам лица и по чертам лица, и мне стало интересно, как люди меняются, поэтому с тех пор у меня зародилась такая привычка, я смотрю, каким был ребенок, как он растет, растет, и как он вырастает, как меняются черты лица у него, как меняется мимика и так далее, это очень интересная штука, и, ну, если вам скучно, вы можете заниматься тем же самым. Меня постоянно звали на олимпиады по русскому языку, так как я очень много читаю и очень много читала в школе, ну, правда, не по той литературе, которую нам задавали, а вообще, то я хорошо пишу без ошибок. Если кто-то видит в моем написании ошибки или что-то еще, то на самом деле я плохо вижу, и я не перепроверяю то, что написано, поэтому иногда, когда очень быстро печатаешь на клавиатуре, ты промахиваешься, и у тебя ошибка, и все такие ха-ха-ха, вот, типа, ты не лошара, не можешь писать, фу-фу, но, короче, тогда раньше в интернете я писала посты, я просто говорила с ней, типа, я безграмотная, тратата, но мне это было сказать проще, чем признаться, то, что я плохо вижу, то, что я не хочу носить очки, а то, что с линзами я просто, ну, боюсь вот это вот, тыкать в глаз постоянно, вот, и... вот такая у меня проблема. Ну, хоть это не проблема, но... может, проблема для кого-то, я не знаю. Последняя любовь со мной случилась... последняя школьная любовь со мной случилась в 10-м классе, вот, это был мальчик такой, знаете, он очень сильно выделялся, а среди всех остальных, потому что он был очень высокий, и он был, конечно же, раздолбаемый, у меня все мальчики были раздолбаемы, в принципе, ну, в принципе, как бы, ну, это классика. Так получилось то, что из трех классов соединили в один, и он был из Б, я была из А, и у нас один стал большой класс, и вот эта вот психованная учительница, которая хотела сделать церковно-приходскую школу, она посадила нас вместе, она специально сажала мальчик-девочка, мальчик-девочка, чтобы мы, типа, познавали, как сказать, не азы будущей жизни, но чтобы, типа, все было как на весах, да, то есть у каждого мальчика должна быть своя девочка, ну, в общем, это, на самом деле, бред бедовский. Потом мы все пересели, это само собой, но первую четверть, вторую четверть 10 класса, мы присадили с ним вместе. Он меня дико бесил, он для меня был конченый кретин, просто конченый, на самом деле, человек. А потом, когда мы с ним, ну, рассели, а, он еще списывал у меня, вот, несмотря на то, что я списывала у других, он списывал у меня, то есть такая цепочка получается. Вот, и потом, после того, как расселились, я села с девочкой, все это тоже, конечно же, ну, это я отдельно расскажу, я на него присмотрелась, и мне он очень сильно понравился. Я знала, что все вот эти вот чувства закончатся после выпускного, что у нас будущего нет, что мы абсолютно не пары, мы абсолютно не подходим, ну, оно, в принципе, так и получилось, тем более, что он женился. Вот что-что, а в школе у меня всегда были красивые тетрадки, потому что я очень люблю вещи, чтобы они были какими-то необычными, красивыми, я специально разрисовывала их, чтобы они были как-то отличались от моих одноклассников. Мне кажется, что когда у тебя скучные вещи, то у тебя просто скучные вещи. Ну, на самом деле, они поднимают настроение, кто бы что ни говорил, насчет мотивации не знаю, честно говорю, но настроение они поднимают, это правда. Второй класс мне... Кстати, в первый раз мне двойку поставили во втором классе, прикиньте, но я на самом деле хотела сказать вообще не об этом. Я во втором классе первый раз получила замечание в дневнике. Знаете, что я делала? Я душила девочку. И там было написано, что Наташа на перемене душила девочку. Видимо, с тех пор у меня с женским полом не задалось, поэтому наличие каких-то очень близких подруг, это... Я ничего не хочу сказать по поводу всех девочек, девушек, там, женщин. Я нормально общаюсь, но... Я думаю, эта ситуация со второго класса, она очень много что, так скажем, предопределила в дальнейшем будущем. И я не помню, из-за чего я на нее наехала, или она на меня наехала, но дело в том, что она плакала потом. Мама, конечно, прочитала, так как я всегда была тихим ребенком, она такая... Что могло сподвигнуть этого человека, чтобы сделать вот так, но... Я не помню, короче, в общем-то, не важно. Ну, просто я душила девочку во втором классе. В первом классе я носила пластинку, это не брекеты, это такая просто полоска, и у нее вниз такой, в общем, она прикреплялась в такой, как бы, выемке, которая нас... насаживалась... Нет, надо к другому слову подобрать. Которую можно было налепить, короче, на другую часть... Че, какую часть? Рта. Неба, короче, вот. И я дико этого стеснялась, просто дико стеснялась, и мне приходилось ее снимать после второго урока, потому что... Ну, потому что как-то все так косо смотрели, все смеялись всегда так. И несмотря на то, что родители мне говорили, что ты потом скажешь спасибо за это, еще что-то, еще что-то, я все равно ее снимала, то есть мне было пофиг абсолютно, мне важно, чтобы было меньше унижений. Я знаю, что дети, в принципе, очень многие злые, и это как бы нормально, а может быть, ненормально. Ну, в общем, это было. Вот. И я так проходила полтора года. Брекеты же нельзя снимать, а пластинку можно было снимать. Хотя на самом деле я понимаю то, что можно было, в принципе, поставить брекеты, и ситуация была бы лучше. Так как это видео оказалось очень длинным, я решила вас не грузить, и продолжение, вторую часть этого видео, я выложу, пожалуй, через парочку роликов. И, конечно же, укажу ссылку на первую часть, чтобы вы не потерялись. Спасибо за просмотр, всегда ваша игра Наташа. Пока!